О, Раньян против меня. Погнали. Погнали, Троиндийский играет Раньян. Вариант такой на 6. И... Нападем. Давай, Ц5! Срывать Раньяна! Привет, Юль. Турнир по атомным пока нет. Пока атомные отдыхают. Вперёд! Весёлую партию сейчас сыграем против Иорданского Раньяна. Пока пешка С7 под угрозой, грозит взятие сюда и взятие на С7. В случае взятия Е4, я, наверное, сыграю Конь Е7 шаг. И потом буду стараться ловить ферзья путём Лон-ДТИ. Кстати, возможно, у меня это получится. Так, он нападает на коня. Я могу побить сюда. Да, да, я взял. Давай сюда. Наверное, взяли. Можно просто сюда побить. Но это как-то слишком просто. Давайте ладят С1 пока. По линии С выставляем фигурки. 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 Могу взять. Может быть не могу, да? Так, ладя Е1 взял сюда. Я хорошо. Все хорошо. Окей, давай. Давай. Убой все. Блин. Это сильный ход, кстати, от Араньяна. Аш-3 Десят битый четыре, что ли? Давайте Аш-3 попробуем, ладно Аш-3 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 Найд E5 Найд F6 Найд E5 Фоке-1 Бакалер F3 Окей, then Найд E5 Лазим Набь шубе-7 Набь шубе-7 Набь шубе-7 Набь шубе-7 Набь шубе-7 Набь шубе-7 Набь шубе-95 Он е-5 Взять Взять сюда Взял на D5 Ну, давай, взял Аш-3 Ты опасная позиция Вот так вот, да Пытается меня наказать Давай сюда заскочим Попробую просто съесть Жертву противства Не уверен, что это сильно Может быть, кстати, надо было Слоном побить Не знаю Хотя бы 5 Задát Сильный ход, кстати Может, шубе- transplanted Лазим Лазим Яд A1 пока Лаля WC5 будет, что ли? Не, валяie WC5 Лаляд J1 попробуем Нет Лазим Попробуем Попробуем И drag куда терзин это и может отступить там залоги d1 будет думает пока ранен надо ты как то может такой вот надо ты это а кстати да ладья и ты же там это я терзин что ли поймал подожди я поймал ферзя ребят единственный ход сюда там ладья е3 нападаю а я сюда он же может пойти они сюда не может пойти там ладья держит фантастика ребят я ферзя поймал думаете что он думает у него нет фантастика находит какой-то ход но он отдает мула на форум чума еще бы сауя рука 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 должна быть легкой по металлу я легкая должна быть просто и даем эти все пешки давай же ты пока сыгра не пускаю дальше пешку так ну давай съем одну покажите ты не знаю что он хочет есть что ли моего этого давай отойдем из под шахов константин спасибо большое за поддержку очень рад спасибо спасибо константин пешками пошли пешками пошли и так вы досмотрели партию с иорданским ароняном до конца и давайте теперь посмотрим разбор ошибок мы начали играть хода коней и на доске довольно быстро возникла типичная позиция из троиндийской защиты здесь мой соперник поменяет план и г г лека ставит коня на поле а6 и потом проводит е7 е5 я пока подкрепляю пешку слоном к н g4 и он отступает ферзем на поле е8 это хорошо известная позиция здесь играют совершенно по-разному есть ход h3 есть взятие на е5 можно задвигать пешку дальше на д5 видите здесь надвижок какой-то странный ход а2 а3 рекомендуют в этой позиции ну а я применяю наверное самое тактическое продолжение это попытка опровергнуть всю стратегию черных ходом c4 c5 объективно этот ход не ведет большому перевесу белых но черным надо играть максимально точно главная идея хода в том чтобы съесть коня на поле a6 скакнуть своим конем на поле d5 и добраться до пешки c7 давайте посмотрим как это реализуется самый естественный сильный ход за черных это взятие на d4 атакуем моего коня и теперь вот как раз конь d5 главная угроза побить на а6 и потом побить на c7 с двойным ударом на ладью и на черного ферзя в этой позиции кстати есть очень красивая интересная ловушка например напрашивается ход ферзберт е4 съедая центральную пешку нападая на коня но этот ход оказывается довольно серьезной ошибкой белые играют конь е7 шах король отступает из подбоя и здесь самый сильный ответ за белых это тихий ход ладья е1 готовясь поймать ферзя черных в центре доски ходом слон d3 и единственный способ спасти этого ферзя это сбросить центральную пешку сыграть d3 и потом перевести ферзя на b4 но и здесь проблемы черных не заканчиваются мы забираем коням играем h2 h3 конь должен отступать на поле d5 после чего мы играем конь d5 конь возвращается в центр атакует ферзя одновременно атакует пешку на c7 сильнейшее отступление ферзя на поле b7 защищая пешку и здесь мы продолжаем нападать нападаем на ладью ладья отступают на е8 и бабам жертва коня за пешку после взятия на c7 взятия на d6 атакуем ферзя атакуем коня в центре доски вроде бы кажется что можно побить шахом на f3 однако после взятия ферзем на f3 слишком много фигур под боем ферзь под боем ладья под боем это ладья под боем и по сути дела белые отыгрывают фигуру максимум что могут сделать черный это сыграть слом b7 тогда мы забираем ферзя забираем здесь черный забирают на b2 размен ладья b1 и все это заканчивается вот таким вот н шпилем где у белых довольно солидный перевес за счет проходной пешки на c5 активной ладьи ну и в принципе пешки по линии а тоже являются слабостями естественно главной козы белых это пешка на c5 которая может быть подкреплена слоном и здесь черным предстоит нелегкая борьба за ничью но мой соперник оказался в курсе всей этой теории не скажу что я все это помнил во время партии но он видимо помнил и сделал сильнейший ход слон е6 атакуя моего центрального коня я забираю коня на а6 он теперь забирает моего коня я забираю пешкой и он забирает на а6 возникла такая вот разбалансированная позиция и обычно здесь белые продолжают довольно просто забирают на d6 потом забирают на d4 попутно атакуя коня сильнейший ход черных это ход ферзь d5 и здесь мы забираем этого коня черные забирают здесь происходит размен белые играют ладья d1 черные забирают здесь белые играют слон е7 и забирают пешку на d6 опять же позиция с небольшим перевесом белых мы с вами видим что у белых сохранилась сильная центральная пешка сдвоенные пешки конечно здесь не играют большой роли но все-таки ближе к равенству объективная оценка и черные здесь имеют прекрасные шансы сыграть в ничью вы видите что наличие 60 процентов партии закончилась ничьей и 40 процентов закончилась победы белых черные здесь не смогли выиграть ни один раз так что вариант такой на технику но я решил немножко играть по-другому поддержать на поезжение в позиции и вместо вот этих разменов сыграл ладья c1 пока ставил один на открытую линию на самом деле ход неудачный и черные могли бы здесь побороться за перевес сыграв h6 заставим его слона поделиться и потом только ферзь е4 и здесь серьезные проблемы у меня были бы пешку не так просто отыграть слона h4 периодически попадает под бой так что черные могли бы так бороться за победу но вместо этого вариантом ладья b8 следует нападая на пешку здесь я имел возможность повторить все тот же самый вариант то есть разменяться на d6 побить на d4 после ферзь е5 вот это все разменять и тут у меня из-за того что я сыграл ладья c1 появляется ход b3 уводя пешку из подбоя и тоже белые могут претендовать на небольшой перевес по за счет слабых пешек черных но хотя наверное объективно это оппозиция должна оцениваться как равная но я играю немножко по-другому чуть более сложные шахматы вместо того чтобы все упрощать я делаю ход b3 немедленно уводя пешку из-под всех боев теперь уже следует все е4 нападая на пешку d5 и h3 самый точный ход поднимаю я во время партии конь отступает на е5 здесь можно было сыграть ладья е1 в принципе но я бью на d4 араньян видит возможность выиграть качество и играет конь d3 нападая на мою ладью и одновременно нападая на коня я делаю ход конь c6 пока все логично тоже нападаю на ладью увожу коня из-под боя взятие на c1 и вот автоматическое взятие ферзем на c1 это тоже не точность точнее было в начале напасть на ферзя ладьей у ферзя кстати не так много отступлений можно только на d3 либо на поле b1 вот буквально две клетки у него допустим на b1 он бы отступил я бы тот успел бы отыграть качество побил бы на d6 потом побил бы на c1 и все бы опять закончилось бы равной позиции мой ферзь куда-то вторгается на c7 и уравнивает шансы но я бью на c1 автоматически и здесь мой соперник совершает решающую ошибку в партии необходимо было поставить ладью именно на поле е8 с тем чтобы взять под контроль поле е1 и теперь уже мне предстояло доказывать компенсацию за пожертвованное качество ну например взятие взятие ладья d1 защищает пешку и здесь f7 f5 у черных есть небольшой перевес но все-таки после слона f4 наверное наверное я не должен проигрывать эту партию белок все-таки есть компенсация за счет лучшей пешечной структуры и сильного коня на c6 но в парке мой соперник видимо решила что он уже здесь выигрывает игру и играет ладья b5 это очень амбициозный ход ладья с расположены крайне активно атакуют все мои центральные пешки но беда этого хода заключается в том что я просто нападаю на ферзя ходом ладья е1 и о ужас здесь у соперника открываются глаза у ферзя просто нету полей для отступления если съесть пешку d5 то следует конь е7 с двойным ударом и я выигрываю ферзя тот же самый ход следует и на ферзь f5 тоже конь е7 и опять же я выигрываю ферзя ну а больше полей нет эти поля контролирует пешка эти поля контролирует конь здесь слон пешка слон единственное поле которое можно представить это поле d3 вроде сюда можно посмотреть отступление ну тогда я играю ладья е3 и выясняется что отсюда тоже некуда деваться единственное поле b5 куда бы мог отступить заняты собственной ладьей так что получается что аронян буквально сам упаковал своего ферзя в центре доски но он еще пытается за счет тактики сыграть слон b2 атакует моего ферзя здесь кстати я выигрывал ферзя просто отступлением на d1 и все так же ферзю некуда отступать приходится отдавать его за ладью но я решил что можно просто выиграть фигуру и здесь легкая техническая реализация дальнейшая часть партии вы видели без особых проблем я довожу партию до победы просто ладья съедает все пешки и потом мои пешки отправляются ферзи ну а черные просто ничего не могут сделать в этой позиции я планировал сыграть b7 в партии выигрывая ладью там ладья е8 например главное только мат не зевнуть самая важная ловушка надо было сыграть здесь король f1 защищаясь от мата и тогда победа не за горами но еще сильнее было бы ладья bc7 разменивая ладьи и выясняется что задержать пешку c просто нечем белые выигрывают такая вот красивая партейка если вам понравилось не забывайте поставить лайк и подписаться на канал а с с вами был евгений шувалов до новых встреч